Неандерталец задал для ученых некоторую систему координат, в которой он был главным претендентом на нашего детка, на древнего человека, от которого произошли современные люди. Это изменилось в 1868 году, когда была сделана вторая находка древнего человека. Эта находка была сделана во Франции, в местечке Дордонь и конкретно в гроте Маньон. Палеонтолог по фамилии Ларте нашёл там набор костей, в том числе череп. Эти кости, очевидно, принадлежали не современному человеку, они были в слоях с древними орудиями, то есть это точно не было понятно, сколько лет назад этот человек жил, но очевидно совершенно, что он принадлежал в другой примитивной культуре. Ларте не мог точно сказать, что это за человек, назвал его кроманьонец, это слово прижилось. Сейчас оно используется активно для обозначения в принципе людей современного анатомического типа, но каменного века. То есть, эти люди отличаются от нас главным образом по культуре, а не по каким-то анатомическим деталям. В принципе, у них большой объём головного мозга, большие лобные доли, выступающий подбородок, в общем, полный набор такого современного человека. Находки, которые сделал Ларте, как сейчас мы знаем, 30 тысяч лет. В тот момент он не мог этого определить, потому что, как мы знаем, методы радиоуглеродного датирования были только в 20 веке созданы. Подробнее можно посмотреть в нашем ролике про датирование. Когда Ларте нашёл кроманьонца, люди вообще только начали привыкать к мысли, что когда-то были древние люди, причём настолько древние, что они видели гигантских первобытных бизонов, мамонтов и пещерных медведей. Это было неожиданной и очевидной мыслью вообще наличие древних людей. И находка Ларта тоже стала таким кирпичиком в этот момент. И как раз кроманьонец, найденный в этой пещере, вытеснил неандертальца с позиции нашего потенциального предка. Кроманьонец явно гораздо лучше подходил на эту должность. Впрочем, от неандертальца совсем не отказались, его просто так номинально удревнили. В конце концов, неандертальц выпал из цепочки наших предков и сейчас является боковой веточкой тупиковой, которая, в принципе, вымерла. Интересно, что находки возрастом 30-45 тысяч лет, они находятся повсеместно и в Африке, и в Европе, и в Азии, и даже в Австралии. Только Америка, судя по всему, была заселена кроманьонцами позже, в районе 11-12 тысяч лет. Ну и то, до сих пор есть археологи, которые предполагают, что, может быть, какие-то контакты с Америкой были уже и 40 тысяч лет назад. Однако, что касается антропологических данных, мы опираемся на 11-12 тысяч. И, собственно, если мы имеем огромный разброс находок возрастом до 45 тысяч лет, то наш с вами вид Homo sapiens sapiens, или кроманьонцы, пока мы были людьми каменного века, имеет примерно такой возраст. Эта цифра удревняется, и для ученых она имеет большое значение. Когда появились первые люди, анатомически абсолютно идентичные нам. Всё, они вот такие же способны на то же, на что способны, в принципе, мы с вами. Сейчас самая древняя цифра, которая присваивается, это 160 тысяч лет. Она присваивается в силу очень свежей находки, сделанной в 2003 году в Африке, в местечке Херта. Эта находка – это остатки человека, включая череп, которые имеют очень современную анатомию. То есть, у него большой объём головного мозга – 1450 кубических сантиметров, средняя для нас 1350, но, соответственно, разброс плюс-минус 250 – это вообще наша норма. То есть, это нормальные цифры, которые ничего нам напрямую не говорят о способностях человека, укладываются в нашу норму реакции, скажем так. И находка в Херта заставляет задуматься. То есть, иногда её выделяют как отдельный подвид современного человека, говорят, что это Homo sapiens и дальту. Иногда пытаются выделить в отдельного Homo и дальту изредка, но в целом он очень хорошо вписывается в ряд изменчивости наших своих предков. У него нет никаких откровенно примитивных черт. Скажем, да, его лобная кость недостаточно современная, но она имеет актуальную правильную форму, нормальную размерность. И технически можно удревнить наш вид до 160 тысяч лет. Многие антропологи так и делают. Опять же, это мейнстримная точка зрения. В антропологии можно найти статьи с разными взглядами на то, когда один вид появился и когда он исчез. Вот эти датировки, о них приходится договариваться по сумме признаков, которыми обладают те или иные кости. И что касается и дальту, то очевидно, что он наш предок практически стопроцентно, но при этом не очевидно является ли он принадлежащим к нашему виду. Однако сумма признаков говорит, что, скорее всего, да. Скорее всего, это древний вариант уже нашего вида, и мы имеем право так удревнять. Но при этом цифра 160 тысяч лет, несмотря на то, что она говорит о появлении нашей современной анатомии, она всё-таки не идеально описывает современных людей, потому что нас с вами от других животных сильно отличает речь. И вот речь, она вряд ли появилась 160 тысяч лет назад, и даже 100. По таким наиболее актуальным оценкам это примерно как раз 40, может быть, 50 тысяч лет назад. Появление полноценной речи с грамматикой, семантикой, предложениями такими-то и так далее, со сложными конструкциями. Поэтому, в принципе, можно говорить, что хотя люди анатомически идентичные нам появились 160 тысяч лет назад, но важные такие ключевые видовые признаки, а речь можно считать видовым признаком для нашего вида, сформировались всё-таки позже. И более того, только с выходом из каменного века мы говорим о том, что это ЧСТ, человек современного типа, который, в принципе, может жить, производя орудия из разных материалов, строя поселения и так далее, живя более сложным укладом, чем охотники-собиратели из каменного века. Первая и вторая находка, которые были сделаны, они делались в Европе. Ну, это логично, потому что работали обычные европейские учёные-палеонтологи, искали относительно негреку от дома в тех местах, где древние люди могли бы жить технически. И эти находки не отличаются какой-то особенной уникальной древностью, и они никак не говорят о том, от каких животных человек произошёл. То есть это просто кости древних людей, которые на момент находки могли быть интерпретированы любым способом. Следующий вид человека, который был обнаружен учёный, вызвал огромный диссонанс, потому что он гораздо ближе касался происхождения человека от обезьяны. Я понимаю, мы для вас очень постарались, собрали огромный массив информации и записали цикл фильмов. Будьте любезны, на колокольчик нажимайте. Я уже сказала это, я уже сказала, что будет дальше. Я сказала, что следующая находка, она как раз между обезьяной и человеком. В отличие от неандертальцев и кроманьонцев, которые однозначные люди. Их мог создать Боженька 7000 лет назад, у них всё нормально. А я и не знаю.